Прошел год после выхода первого видео из рубрики «Обзор районов». Но так как видео про то же Зябликова за год не собрало и тысячи просмотров, кстати, видео в подсказках, если вы еще не видели, формат был признан неудачным. Однако сегодня пробуем зайти еще раз, и если вам интересна данная тематика, поддержите видео, чтобы я видел, что это интересно. Про Марина могу сказать много, ведь это мой самый любимый район, в котором я не живу. Например, я часто докатался или просто ходил гулять. Марина – один из самых больших районов, и район, обладающий наибольшим количеством проживающих в нем людей. И это при условии, что он не является самым крайним к МКАДу, ведь в основном большим населением обладают районы замкадыши. Итак, история. Прежде чем начать, хочу сказать, что история района может быть куда больше, чем в этом видео. Поэтому, если вам есть что рассказать, пишите об этом в комментариях. Итак, Марина. Равные большинство других районов, Марина – это бывшая деревня, ютившаяся на дальних выселках городка Люблино. Ничего примечательного в этой деревеньке не было, кроме разве что расположенной в шаговой доступности реки Москвы, где стирали белье, купались и ловили окушков. Местность и окрестности вокруг да около заштатной деревеньки было крайне колоритной. Над всеми окрестностями незримо давлело подмосковное Люблино. Для обыкновенного обывателя приведу пример. По статусу это был типичный замкадный городок. Правда, учитывая того, что МКАД тогда не было. Подпираемый местечком Сукино болото и полями Айрации. В 1892-м на месте Чагинского болота были устроены гигантские очистные сооружения города – Люблинские поля орошения, занявшие более тысячи гектаров площади. Здесь сточные воды проходили почвенную очистку, ну то есть сквозь песок, и сбрасывались в Москву реку. Здесь же впервые в мире был внедрен метод биологической очистки стоков. В Люблино были хорошо дренированные почвы, пригодные для устройства полей орошения, что позволяло получить хорошо очищенную воду и высокий урожай сельскохозяйственных культур. Поля могли стать источником доходов и в некоторой степени окупить затраты на их содержание. Предполагалось, что благодаря культурам станет возможным увеличить способность почвы к очистке сточных вод. Площадь для полей была определена в 861 гектар на левом берегу Москвы. За станцией Люблино – Московско-Курской железной дороги вблизи Слободы-Перервы. От железнодорожного полотна поля простирались к востоку и занимали местности, известные как Красный Лук, Марвинский Лук, Чагино Болото. Эти территории впоследствии получили название Люблинских полей орошения. Устройство Люблинских полей орошения вызвало большое недовольство основных владельцев земель, крестьянских сообществ до 24 деревень. Все они решительно вступили в борьбу с городом за перенос полей орошения в другое место, так ничего не добившись землевладельцы начали требовать предоставлением других участков, подходящих для введения сельского хозяйства. Вот таким образом, предораздобренное весьма сомнительное свойство удобрением, землица и стала частью современного района Марьина. В 1911 году система московской канализации была удостоена золотой медали на международные выставки в Брюсселе. В этом же году московская газета «Столичная Малва», а 7 января 1911 года так описывает у местности. Выехав за Спасскую заставу, вы попадете в своеобразный мир. Здесь царство отбросов, унылое, изрытая равнина с зараженной почвой, с отравленным воздухом. Даже в морозный день, когда валит хлопьями снег, вы стараетесь спрятать поглубже лицо в воротник, чтобы не слышать этого страшного запаха пления. Царствие отбросов – царство человеческой предприимчивости. Разбросаны по зловонной равнине приземистые заводские здания, высятся красные трубы. Завод – альбуминный, клееварный, утилизационный. Заводы – перерабатывающие отбросы. В зловонной атмосфере кипит лихорадочная работа. Здесь же, при заводах, взыбыв о свежем воздухе, живут люди. Живут годами. Семьми. Поля Орошения дали название другим известным Москве улицам. Нижние поля и верхние поля. Территория современного района Марина была включена в состав Москвы в 1960 году. Сначала она была отнесена к Ждановскому району, потом к Люблинскому, а с 1979 года на месте бывшей деревни Марина, а также полей фильтрации, развернулось массовое жилищное строительство, как и в многих других районах в это время. В частности, именно тут последний раз на территории Москвы в советские годы массово строились девятиэтажные жилые дома. Эту застройку, она находилась к западу от Люблинской улицы, обычно называют Старая Марина. Но как же район создавался? В 1991 году была проведена административная реформа. Вместо прежних районов были образованы десять административных округов, в том числе Юго-Восточный административный округ и в его составе Временный муниципальный округ Марина. Территория Временного муниципального округа, а также территория под застройку к востоку от него в 1995 году была включена в состав нового района Марина. В 1994 году начали застраивать микрорайон Маринский парк, проектное название Люблинские поля, на территории бывших Люблинских полей Орошения. Весь жилой микрорайон Маринский парк по итогам 2002 года был признан самым благоустроенным микрорайоном столицы. А в 1996 году в Марина была построена метро, были открыты сразу две станции, Марина и Братиславская. Итак, география. Входит в состав Юго-Восточного административного округа, находится на левой стороне Москвы реки, через самый центр проходит Люблинская улица, которая, если следовать по ней на север, придет в центр и к Волгоградскому проспекту, а на юге идет по Братейскому мосту в район Братеева и Намкат. Также Намкат можно попасть, если поехать на восток через Капотню по улице Верхние поля. А на западе находится Московская железная дорога Курского направления, которая разделяет районы Марина и историческую местность Курьянова, которая принадлежит району Печатники. По сути, Марина ограничивает только Москва-река, которая идет по большей части границы района, железной дорогой на западе и московским НПЗ на востоке. На севере уже упираются в огромный район Люблино. Ее соседи – это Печатники, Братеева, ну, через Москву-реку, Капотня, Люблино и Москворечья Собурова, с которым Марина скоро будет соединено с помощью нового моста. Итак, немного статистики. Площадь района – 12 квадратных километров. Это 23-е место среди всех районов. Согласитесь, не так уж и мало. Население, внимание, 253 774 человека. Это 17%, даже почти 18%, от всего населения города Москвы. Первое место среди всех районов. Но плотность населения уже занимает 16-е место. Несмотря на это, качеством жизни в районе довольно 80% жителей. Поговорим о транспорте. Стоит отметить, что автобусы через несколько лет будут изменены. Часть из них уже изменилась благодаря магистрали. И об этих изменениях мы, конечно, поговорим. Итак, транспорт. Основная улица, как уже было сказано, Люблинская. В ней основном проходит весь потоп. Что касается метро, то в 96-м году были открыты аж две станции, которые находятся в самом центре района. Марина и Братиславская. Кстати, последнюю раньше хотели сделать пересадочную Большую Кольцевую. Так еще и эту пересадку сделать кросс-платформенной. Посмотрите сами, как выгибается тут участок Люблинской Дмитриевской линии. Совсем как на Каширской или в Строгине. Ведь, кстати, кросс-платформенную пересадку отказали сделать из-за дороговизны. Что же еще можно? Станция очень популярна у местных жителей и вполне себе антуражна для станции 95-х. Отражают свою эпоху, так сказать. Станция Марина напоминает своим дизайном часть станции Пражского метрополитена. Своим висящим... Не знаю, что это... Попытом на путевых стенах. А Братиславская напрямую отсылает к столицу Словакии Братиславия. Правда, в одноименном городе нет станции Московская. Так как там, в принципе, нет метро. Наверное, есть остановка. Что касается автобусов, то по району уже катается М77-й, который едет от метро Зябликово до самых текстильщиков. 708-й, который едет от Южных Ворот, С797-й. Связывает Маринский парк и Братеево с ближайшими станциями метро и точками притяжения. С710-й связывает рынок Садовод и торговый центр Белая дача с районами Марина и Братеева, ну и станциями метро. Это что касается маршрутов, уже измененных благодаря реформе. Старый же это 625-й, который ходит вдоль района от МЦД Перерова до метро Братиславская. Кольцевой 957-й, 713-й от Марина до Кузьминок и так далее. Из ночных по району ходит Н5-й, который потом проезжает Братеева, Зябликово и Южно-Орехово-Борисово. Итак, наверное, одна из ваших самых любимых рубрик, судя по статистике, это статистические карты, по которым мы сможем понять район. Что же? Поскольку у меня канал скорее о метро и многие мои подписчики, фанаты метро и рельсового транспорта, мы посмотрим на загруженной станции в районе Марина. Как было сказано ранее, на территории района находятся две станции, Марина и Братиславская. И как мы видим, они достаточно загружены. И если мы вспомним, что население Марина около там 230 тысяч, и сложим послужив поток Братиславской и Марина, то в принципе можем сказать, что половина жителей пользуется метрополитеном, то есть пользуется общественным транспортом очень активно, что может не радовать. Вот маринцы такие прогрессивные. Конечно, кто-то скажет, что там есть подмосковные маршрутки, но в целом большинство из них садится либо как раз на Домоледовской, которую мы видим, что она очень раздунтая, либо на Котельниках, ну либо уж совсем на Некрасовке. Как правило, Марина находится слишком далеко от Макада, чтобы до нее ехать. Ну и по направлению там нет никаких крупных населенных пунктов, чтобы туда прям доезжать. Ну что ж, разговор не об этом. Разговор о том, что станции довольно нагружены, на самом деле, по сравнению со своими соседями. Самое главное, что стоит отметить, это не последняя станция, это не конечная. Почему стоит отметить? Потому что народу много, а места уже, как правило, нет, поверьте, я знаю, с Зябликова сам иногда катаюсь, когда в университет, когда не хочется через Замоскворецкую, из-за того, что там очень много людей. А туда уже, когда заходят люди с Марина, и уж тем более Братиславской, сесть будет некуда. Вот. Но, но, в принципе, вагоны более-менее свободны. И дальше, в основном, жизнь ждет на станции Люблино, а дальше уже все едут спокойно до своих пересадочных узлов, то есть до Крестьянской заставы, до, до Римской, ну и, конечно же, до Курской и Чкалской. Нагрузка небольшая. Если будете ехать обратно, в принципе, тоже всегда сможете найти место, даже в часы пик. Поэтому, в принципе, можно сказать, что поскольку Люблинская линия сама по себе не загруженная, ну и, по сути, самые такие загруженные это сама Марина и Братиславская, каких-то таких особых проблем нет. Но, правда, да, ехать придется долго. Действительно, если вы живете в Марине еще более-менее терпимо, ну и, если вы живете на Зябликове, да, то это уже совсем как-то долговато лично по ощущениям, но, опять же, суть не про Зябликова, а суть про Марина. В общем, хорошие станции с хорошей доступностью, туда ходит очень много общественного транспорта и загрузка более-менее нормальна. Ну и теперь мы переходим к таким географическим картам и увидим, что Марина, как и большинство районов Москвы, была присоединена на седьмом этапе, то есть 62-м году, была включена вставка Москвы, как об этом тоже рассказывалось ранее, но мы теперь как бы можем посмотреть всего города, вот эту карту я вам периодически показываю, очень такая интересная, но скорее с какой-то исторической перспективы. Теперь поговорим про расстояние до метро. Мы же говорили с вами про метро, значит, здесь надо поговорить про расстояние. И как мы видим по этой карте, оно находится в самом центре района, просто я напомню, как это все смотрелось, то есть берется центр района, да, его самый-самый центр, сколько метров от центра этого района до описанной окружности вокруг района до самого метро. И тут получается, что совсем все хорошо, очень хорошая доступность. Правда, это что, наверное, касается, ну, не большей части населения, то есть, мне кажется, процентов 20, может быть, даже 30 находится довольно далеко, то есть, то, что находится ближе к МЦД, то, что находится ближе к Капотнему, там, на самом деле, достаточно далеко от метро, там действительно надо уже пользоваться автобусами, ну, как бы пешком за 15 минут можно дойти. Вот, но я считаю, что 15 минут это некомфортное время, на самом деле. Могу сказать, что карте можно верить, но, опять же, надо смотреть частные случаи. Ну, а так, в принципе, хорош показатель. Не будем далеко отходить от концепции метро, от концепции того, что надо добираться до работы. И мы видим, что Марина, это типичный спальный район, там вообще нет никаких производств, это, в принципе, хорошо. В самом Марине ничего такого нету, и это, как бы, дает жителям спокойную жизнь. Ну, и раз уж мы заговорили о производствах, поговорим об экологии. И вот тут, с точки зрения этой карты, в Марина все не очень хорошо. И можно понять, рядом находится Капотня. Уже соседство с Капотней затопило очень многие районы, где очень много зеленых насаждений, но Капотня очень такой сильный аргумент того, что нет, друзья, все-таки там большое загрязнение воздуха. Ну, и, конечно, соседство с Печатниками, где, прям, вот, по сути, все производства, они находятся прямо вот рядом с Марина, да? Вот там совсем-совсем рядом. Так что, в принципе, логично. Возможно, сами маринцы этого не чувствуют. Из забора могли браться хоть по границам этих районов, и те, кто живет ближе к набережной, ближе к метро, у них все хорошо, но факт есть факт. Все-таки статистически воздух и экология там не очень. В связи с этим надо поговорить о ценах на жилье. И мы видим, что Марина это такой бич-район. Почему? Потому что очень много жилья, очень большое население, и за счет того, что есть такие вот части Марина, видимо, оно достаточно вытянутое, в котором далеко до метро, в котором плохая экология, в принципе, мне кажется, они там в основном и затапливают это все. Но в принципе, в принципе, вот юго-восток, мне кажется, будет развиваться в сторону подорожания, потому что там все постепенно становится лучше, вводится производство, и сейчас Марина уже в принципе не считается чем-то таким. Вау, вполне себе престижный район. Даже среди моих знакомых, даже среди каких-то там привилет, Марина считается хорошим районом. Даже когда у меня приезжают друзья, так сказать, из центра, из самого центра, они просто действительно радуются этому району, потому что он очень-очень хорошо благоустроен, очень хорошо в нем. Все. Ну и это еще не все. Раз уж речь зашла про квартиры, давайте поговорим про эмиграцию, про количество зарегистрированных эмигрантов. Значит, в Марине в принципе не такое большое количество, всего 2000 человек, да, 2500. В принципе, можно понять, потому что большая часть там квартир приватизирована, там очень много новостроя, и там, наверное, людям просто жалко сдавать свои квартиры, и они уже в них живут. Тем более, опять же, в Марине жить хорошо, в Марине хорошая транспортная доступность в целом, ну и как бы воздух не совсем какой-то, и там нету крупных производств, то есть, если мигрант поселится в Марине, ему ехать в Печатнике довольно далеко или в Люблино, ему уже проще туда, что мы видим, соответственно, в Печатниках и в Люблине достаточно много зарегистрированных мигрантов, и скорее всего, они там живут. Ну и раз уж мы заговорили о мигрантах, то поговорим и о криминале. Значит, криминал неплохой. В принципе, нет ничего критичного, все очень-очень хорошо, но все равно какие-то преступления случаются чаще, чем в других, не знаю, скажем, более элитных и таких спальных районах Москвы. Марина, район, как можно сказать, неоднозначный. Инфраструктура в районе развитая, много магазинов, торговых центров, целых две станции метро, хотя и район сам по себе большой, но вот соседнему Люблину это не мешает вообще. Неплохой наземный транспорт, есть МЦД на границе с печатниками, появилось много благоустроенных мест, куда приезжают не только жители района, но район слишком вытянут, где-то доступность к метро страдает, вокруг слишком много производства и промзон, а еще все соседи Марина это криминальные районы. Но если вы живете или собираетесь жить ближе к набережной, то в целом можете о таких вещах и не задумываться. Что ж, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, поддерживайте, потому что это очень важно, будет ли эта рубрика дальше входить. Если вы живете в районе Марина, пишите об этом, конечно же, в комментариях, если вам интересно узнать про другие районы, у меня есть видео на эту тематику в специальном плейлисте, который вот появится в конце или уже появился. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok